Девственница 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 Музыкальное оформление Рамула Гарриев Девственница 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 Конечно. Еще поговорим. Да-да, спокойно. Ладно. А я бы не была спокойной, зная, какой вопрос мы должны уладить. Простите, сеньора, немного возбуждена. Никакой проблемы, Моэльсо. До свидания, сеньора. До свидания. До свидания. Да, конечно. Представьте меня сумасшедшей вестией, а вы святой. Сеньора, я не отказывался и не отказываюсь поговорить с вами, но вы считаете, что действительно нужно устраивать публичный спектакль? Я уже объяснила вам, я такой человек. Когда я завожусь, я становлюсь грубой, тем более, если речь идет о моей дочери. Меня уже не остановить. В таком случае, пойдем в более спокойное, более уединенное место, где мы сможем поговорить. Мои вещи оставались в шкафу, в ванной, но я все собрала, так что... Теперь мне лучше уйти. Простите, что так долго. Я задержалась. Ничего страшного. Еще раз повторяю, простите, что я вас побеспокоила. Увидимся, пока. Прощай. Пока. Эта девушка на удивление хладнокровна. Она, как ни в чем не бывало, приходит, собирает свои вещи. Мне даже показалось, что она ждет, чтобы мы предложили ей сесть и выпить с нами кофе. Умберто, ты почувствовал запах? Какой запах? Да, да, запах. Запах одеколона Маурисио. Я почувствовала. А ты нет? Нет, я не знаю, о чем ты говоришь. Умберто, да я узнаю этот одеколон из тысячи. Когда Дезире спускался, я почувствовала сильный запах одеколона Маурисио. Почему? Очень хорошо, сеньора Пэрис. Теперь мы одни. Можете сказать мне все, что вы хотите. Ну, конечно, такой воспитанный, такой галантный, такой видный. Я прекрасно понимаю, почему моя Хуана, которая всего 17, потеряла от вас голову. Как бы мне хотелось... Нет, не хотелось бы. Я бы все отдала, чтобы сейчас стать мужчиной и дать вам пару хороших запрещен. Может, мне бы стало легче. Я в таком отчаянии, в таком замешательстве, что просто слов нужных не нахожу. Привет. Проходи, проходи. Я собиралась позвать тебя. Да? Папея рассказала о твоем подвиге, а теперь я хочу услышать от тебя. Твоя работа с пожарными произвела впечатление. Мне кажется, я сделала хорошие снимки, но посмотрим, как они получатся. По словам Папея, ты была великолепна, но не будь такой скромной. Рассказывай. Да нет, Папея немного болтливый. А что он еще рассказал? Что-нибудь интересное? Да нет, ничего. Только что при работе с пожарными ты вела себя как настоящий профессионал. Он что-то упустил? Синьора, послушайте, я понимаю, что вы злитесь. И поскольку вы исключаете возможность, что мы набросим все друг на друга с кулаками, я прошу вас успокоиться и сказать мне все, что вы хотите сказать. Боже, бедная моя дочь. Я прекрасно понимаю, почему у нее голова пошла кругом. Даже самая сильная женщина не выдержит, если такой мужчина, как вы, задержит на ней взгляд дольше обычного. Такой воспитанный и привлекательный. Извините. А вы что, не видите, не понимаете? Вы не понимаете, что перед вами не может устоять даже самая сильная из женщин. То же самое было с моей мамой. А теперь дочь, а ей всего 17 лет. Синьора, я понимаю, но послушайте меня внимательно. Между мною и Хуаной... Когда дочь сказала, что наша семейная проблема связана с генетикой, я сначала не верила, что это так. Но сейчас считаю, что она определенно права, и думаю, генетическая проблема идет от меня. Мне свойственны слабость, обостренный романтизм, за что я всю жизнь получала удары. Ну, не в прямом смысле, а фигуральным, удары по чувствам. Это причиняет особенно сильную боль. Вы думаете, что я передала эту дочери? Синьора Перес, я вас едва знаю. И больше вы меня не узнаете, потому что вы непорядочный человек. А если выражаться точнее, вы бездушный. Вы не могли найти другую, чтобы удовлетворить свое эго, чтобы почувствовать себя настоящим мужчиной. Это должна быть моя дочь, да? Номер, который вы набрали, временно недоступен. Да что же это? Придумай что-то другое. Этот трюк я знаю наизусть. В чем дело, Анна Мария? Я здесь, а где ты? Куда ты отправилась, и при этом отключила мобильник. Неужели тебе надоело ждать, и ты ушла? Или ты пошла в туалет? К Карлуччи тебе ничего другого не остается, как подождать ее, или отправиться на ее поиски. Я ничего не выдумываю, Умберто. Мне совсем не понравилось то ощущение, которое я испытала, когда Карлота спускалась по лестнице, потому что когда она появилась, я почувствовала запах Маурисио. Карлота, прекрати. Наверное, духи, которыми пользуется твоя близкая подруга Дозире, по запаху похожи на одеколон твоего мужа. Поднимись в спальню и посмотри, не унесла ли Дозире одеколон Маурисио? Ты притворяешься, да, Умберто? Карлота, отец живет с Дозире, а Дозире с ним. Какой интерес у нее может быть к Маурисио? До сих пор единственным человеком, который отравлял твое существование, была Хуана Перес. Простите, но я вас не совсем понимаю. Вы говорите о дочери и говорите о себе. Как будто речь идет об одном человеке. Честно говоря, вы приводите меня в замешательство. Вы в замешательстве? Ну, хорошо, попробую говорить ясно, чтобы вам было понятно. Буду вам благодарен. Вы знаете, что моей дочери 17 лет, и она девственница. То есть у нее не было близости ни с одним мужчиной. Вы знаете, что она забеременела из-за врачебной неврежности, и что она по уши влюблена в вас. Вы молчите. Я знаю, что у Хуана есть какие-то чувства ко мне. Да не какие-то. Она впервые в жизни влюбилась, сеньор Маурисио Деловега, влюбилась в вас, в мужчину, женатого на женщине, которая выглядит как модель. Давайте говорить серьезно и откровенно. За версту видно, что вы никогда не увлекались девчонкой, такой, как моя дочь. Вы бы не сделали этого. Вы говорите жестокие слова, но... все может быть совсем не так, как это видите вы. И в чем же я ошибаюсь? Вы не понимаете? Вы не видите, что вы делаете с моей семьей. Вы из тех людей, которые подкладывают взрывчатку под семейные устои и все подрывают. Вы не понимаете, что вы в любой момент можете полностью разрушить жизнь моей дочери? Нет, нет, дело не в том, что мне не нравится путешествовать. Нет, ни в коем случае. Мне очень нравятся поездки. Это здорово. Но я должна сказать правду. Дело в том, что в поездках меня тошнит. Да, не смотрите на меня так. Не подумайте, что я неженка. Нет, ни в коем случае. Я путешествовала и делала это с удовольствием. И у меня никогда не было проблем, потому что я принимала таблетки. Но, понимаете, от тошноты. А теперь в связи с беременностью я не могу их принимать. Да, да, и не надо на меня так смотреть. Я говорю это не ради себя, а ради Давида. Только ради него. Я бы с радостью поехала куда угодно, чтобы сделать хорошие снимки, снять красивые пейзажи. Представляю, какие красивые снимки можно сделать на природе. Я люблю снимать пейзажи. Такое выпадает не каждый день. Но только я не знаю, что может произойти. Но представьте себе, если я потеряю сознание на руках у Давида. Он же не сможет работать, не сможет сделать репортаж, ради которого он туда едет. И ради чего все это затевалось, и он будет все время ввозиться со мной. Хуана, я полагаю, ты говоришь все это с надеждой, что я поверю в эту сказку. Я человек слова, синьора. И мне хотелось бы, чтобы вы поняли, что я вам скажу. Человек не всегда хозяин своей судьбы. Судьбы? Да, синьора. А если откровенно, я тоже оказался в очень трудной ситуации, которую я, поверьте, не искал, и... Ради Бога, не рассказывайте мне сказки. Боже, ну почему мужчины видят во мне дуру? Представьте себе, совсем недавно я была с мужчиной, которому я поверила. Поверила, что он разведется. А он как был женатым, так и остался до сих пор. Все мужики одинаковые. Простите, но я не тот мужчина, который вас обманул. И я не один из мужчин, которые заставили вас страдать. Мне бы хотелось, чтобы мы, прежде всего, уяснили именно этот пункт. Синьора, я буду с вами честен. Уверяю вас, если бы жизнь не поставила меня в ситуацию, в которую она меня, извините, поставила, возможно, я даже не заметил бы существования Хуаны. Она была бы одной из тысяч девушек, которые ходят по городу со своими мечтами, своими путями, дорогами, украшая своей красотой, простите за высокий штиль, городские пейзажи. Хуана не та женщина, ради которой я разрушил бы мой брак. Но Хуана вошла в мою жизнь с необыкновенной силой. Она просто ворвалась в нее. Ворвалась? Значит, вы это признаете? Я не собираюсь это отрицать. Но мне хотелось бы, чтобы вы мне поверили, когда я говорю, что не хочу причинить ей зло. Но тогда что же вы хотите от моей дочери? Пока я хочу ей помочь. И чтобы это доказать, я был бы вам бесконечным благодарен, если бы вы позволили дать вашей дочери все, что ей нужно. Вы понимаете меня? Но, честно говоря, не очень. Я не хочу, чтобы она в чем-то нуждалась. И я хочу, чтобы в период беременности, а я знаю, что для нее это было тяжело и болезненно, она не чувствовала бы себя одинокой. Чтобы у нее было все, что ей нужно. Лекарства, врачи. Кроме того, я хотел бы взять на себя подготовку к родам, чтобы она родила в лучшей клинике этой страны и с лучшими врачами. Держись крепче, Бранди Юлиси, потому что для тебя это станет бомбой. Я очень рад, что тебе понравилось. Ну, еще бы. Конечно, понравилось. Это просто здорово, приятель. Нет, не приятель. Ты мой дружок, вот ты кто. У меня нет слов. Почему ты думаешь, я попросил тебя написать мне это? Во имя чего? Я не дурак, чтобы пустить мой хэппи-энд на самотек. Нет, нет, так дело не пойдет. Так не пойдет. Кроме того, я не тяну время, пока все утрясется само по себе. Я сразу беру быка за рога. Ну и дела, Анна. Ты уже, наверное, в километре отсюда. Что ж, не все битвы выигрываются. Мне ничего не остается, как принять твой побег. Ладно, Карлуччо, пошли. Вы позвольте просто помочь Хуане. Но если я вам позволю помогать Хуане, я останусь в долгу перед вами. Мне придется быть вам благодарной. Уж простите за откровенность. Но я не испытываю к вам никакой благодарности. И знаете почему? Потому что мне очень больно видеть, что моя дочь влюбилась не в того мужчину. Вот вы говорите, что хотите ей помочь, но рано или поздно вы заставите ее страдать. Ну, совсем не обязательно. Нет. Но в таком случае я вообще ничего в жизни не понимаю, потому что не умею вам объяснить. Да какой бы сильной ни была моя любовь к дочери, ни я, ни кто другой не сможет уберечь ее от боли, которую ей придется испытать, потому что она влюбилась в женатого мужчину. Ну, хватит. Я пойду. У меня уже голова идет кругом. Я уже не соображаю, что говорю. Лучше я пойду. Если я так себя чувствую рядом с вами, я представляю, как себя чувствует бедная 17-летняя девочка. Я знаю, что у нее нет оружия, чтобы защититься от вас. Да и мне тут делать нечего. Я пойду. Не знаю, как поступлю. Не знаю, приму ли помощь, которую вы предлагаете моей дочери. Не знаю, запрещу ли ей видеться с вами. Пока я знаю только одно. Я хочу уйти. Нет, нет, я не пытаюсь увильнуть от работы. Ничего подобного. Я всего лишь предупреждаю, что может произойти непредвиденное, и работу придется отложить. Но если мне не изменяет память, ты сказала, что забеременев, чувствуешь себя даже лучше, чем раньше. Что же это такое? Да, это правда. Тошнота – это же не болезнь, и это не так серьезно. И если эта съемка очень важна, то... Разумеется, важна. Но раз это так важно, нужно ехать и снимать, я все улажу. Я подумаю, как выкрутиться. Все хорошо? Да. Ты уверена? Я больше, чем уверена. Более того, когда я шла на эту работу, я знала, что придется работать в разных местах, невзирая на дождь, гром, молнию и всякие стихии. Я, в общем, готова была к этому. Я рада, что ты это понимаешь, Хуана. Потому что у тебя будет много таких поездок. И если ты не в состоянии выполнять эту работу, ты станешь для нас проблемой. Нет. Ну что вы, нет. Нет, нет, конечно, нет. Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Завтра утром я буду там, где должна быть. Я поеду с Давидом, куда нужно ехать. И вообще, я даже сама не знаю, зачем я завела этот разговор. Ладно, все, спасибо большое. Я, конечно же, поеду. Я, да. Спасибо. Я вижу, что вам нравится преподносить все не так, как есть на самом деле, начиная с тебя, Инесс. Дело не в ревности. Хуана моя близкая подруга. И ей незачем оказывать услуги этому сеньору после того, как он себя повел. Это же ужасно. Даже если это ее работа? Даже если это ее работа, Инесс. Потому что Давиду и Хуане нечего делать вместе. Она не обязана оказывать ему услуги. Победив меня, он обидел ее тоже. И так было всегда, с самого детства. Когда мы еще были вот такими. Правда, Хуана? Я ничего не смогла сделать, Бранди. Мне придется ехать с Давидом. Где Карлос? Ну, конечно, он ушел, даже не поискал меня. Черт, а мне сейчас так плохо. Мне бы совсем не помешала его поддержка. Но видно, что когда тебе кто-то нужен, его нет. Нет. Спокойно, Маурисио. Дыши глубже. Ты едва... Едва не крикнул этой сеньоре, что ребенок, которого ждет Хуана, твой. Судя по представлению, которое она устроила, она наверняка не в своем уме. Или у нее... Очень сильная интуиция. Хотя это не одно и то же. Хуана. Сначала дядя, потом бабушка, а теперь мать. Неужели я действительно причиняю тебе зло? Братик должна признать у тебя волшебные руки. Мне становится легче. Не знала, что у тебя такие способности. В семье меня никто не знает, как следует. Но раз уж мы завели этот разговор... Ты знаешь, что я не только изучал искусство, но у меня есть и хобби. Я хорошо фотографирую. Да что ты. Знай я это раньше, когда Маорисио искал фотографа для работы в журнале, я бы тебя предложила. И он бы не взял эту девчонку, которую я терпеть не могу. Карлотта, тебе запрещено думать о Хуане. А то у тебя снова заболит спина. Это правда, дорогой. Час от часу не легче. Ничего не могу придумать. Не могу забыть историю с одеколоном Маорисио. Я знаю, что когда появилась Дезире, я почувствовала этот запах. Ой, Карлотта, ты дочь своей матери. Впервые в жизни я с таким наслаждением чувствую запах мужчины. Я даже... Даже не представляла, что кожа имеет запах. Маорисио пробуждает во мне такие чувства. И я сумею отблагодарить его за это. Ну что ж, положу каждый подарок в коробочку. Это мое единственное спасение в данный момент. Я больше не могу, Рикардо. Я чувствую, что действительно больше не могу. А что случилось, Маорисио? Я устал. Я устал от лжи, вранья, от этого фарса. От всего. Успокойся, Маорисио, сядь. Что значит сядь? Я устал сидеть и говорить глупости и вранье. А какое вранье? О чем ты говоришь? О моей жизни, Рикардо. Моя жизнь превратилась в сплошное вранье. Я не могу сказать правду. Рикардо, не могу. Да какую правду? Какую? Какую правду? Единственную правду, Рикардо, Что Хуана Перес Мать Моего ребенка. В чем дело, Маорисио? Ты с ума сошел? Нет, нет, я не сошел с ума. Я хочу кричать во весь голос, Чтобы все узнали, что Хуана Перес Мать моего ребенка. Бранди, Можно задать вам вопрос? Вы знаете, что такое любовь? Ренни, не начинай. У меня сегодня ужасное настроение. Простите. Но что я начинаю? Я всего лишь задаю вопрос. А вы не можете на него ответить? Ренни, я знаю, что такое настоящая любовь. И думаю, я единственный человек на этой планете, Кто знает, что такое любовь. Вот оно что. В таком случае, Разовьем эту тему. Любовь есть. Нет, нет, простите, не так. Любовь есть. Любовь есть. Простите, простите. Грустная, безумная и страстная любовь. Нет, 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 Ренни. У меня слишком много работы, чтобы еще слушать твои глупости. А если речь идет о безумии, Обратись за медицинской услугой, Потому что я не психиатр. Старик, Ну, в чем дело? Ты видел, как она меня отшила? Такое бывает. Такое бывает? Бывает, бывает. Ты мог предупредить. Ты мог предупредить. Я бы подготовился. Я говорил бы с большим энтузиазмом. И не получил бы отворот-поворот. Ну, хорошо, хорошо. Я забыл предупредить. Дело в том, что бронди не такая легкая добыча. Тем более, сегодня не самый подходящий день. Но ты не волнуйся, я буду тебя направлять. Главное, не сдавайся. Раз поставил цель, иди только вперед. Разве это не твои слова? Только вперед. Давай, дерзай. Я давно тебя ищу. Давай поговорим. Я тоже хочу работать, и не хочу быть уволенной. Если бы я тебя не любила, я бы тебе не сказала. Попеем? Да, я слушаю, дорогая. Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты никому ничего не сказал. Сегодня тебе, завтра мне. Завтра мы едем? Ну, прости, Рикардо. Прости. Спокойно, брат, спокойно. Я чувствую, что ты загнан в угол беременности Хуана. Я должен был послушать тебя с самого начала, сказать ей правду. Нет, нет, спокойно, это не так. Кто знает, что так было бы лучше? Этого никто не знает. Ты знаешь, все что угодно, только вот не это. Знаешь, что я об этом думал? Я точно не знаю, но мне кажется, что проблема заключается в том, что между тобой и этой девушкой зародилось что-то еще до того, как ты узнал о ее беременности. Блин, ничего не зародилось, Рикардо. Ну, хорошо, отказывайся, Мауриси. Отрицай, делай, что хочешь, но я думаю, что проблема именно в этом. Эта девушка не была незнакомкой, понимаешь? У этой девушки было имя, она была важна для тебя. Она была не просто женщиной, которую оплодотворили по ошибке. Я не уверен в этом. А ты проанализируй. Что бы произошло, будь она незнакомкой, например, некая Фернанда Ломаса, что бы ты сделал? Я немедленно поговорил бы с нею и объяснил, что для меня означает это беременность. Да, было бы так. Видишь? А почему уже не поговорил с Хуаной? Потому что Хуана важна для тебя. Она не просто имя, не просто тело, в котором находится твой ребенок. Она Хуана Перес. Она Сон Суль. Сон Суль. Да, Риккордо, это правда. Когда я узнал, что Солнце есть Хуана, которую я искал, я действительно не мог поверить. Да-да, мне было тяжело принять, что моего ребенка носит именно Хуана. Друг мой, как бы мне хотелось, чтобы тебе стало легче. Я буду с тобой честен. Кроме ребенка, которого она ждет, тебя связывают с ней другие чувства. Ну и денек. Врагу такого не пожелаешь. Сначала этот Маурисио де лавега окончательно запутывает меня. Потом, как будто этого мало меня, прокатывает Карлос. Клянусь, я на пределах. Сейчас я никого не хочу видеть. Никого. Ну, в чем дело? Анна Мария, это я, Мануэль. Мы можем поговорить? Нет, Мануэль и Рамон, я тебя умоляю. У меня ужасно болит голова. Потом поговорим. Дорогой, как хорошо, что ты пришел рано. Привет, Маурисио. Добрый вечер. Как ты, Умберто? Хорошо. Как дела? А как твои дела? Пришел мертвый, готов к отпеванию и погребению. Дорогой, не говори таких вещей. Посиди с нами. Ты так давно этого не делаешь. Молчи, а не знак согласия. Устраивайся поудобнее, я налью тебя выпить. Что? Работа прижала? Жизнь, Умберто. Жизнь. Мам, ты плохо себя чувствуешь? Дочка, как хорошо, что ты пришла. Дядя сказал, что у тебя болит голова, и ты плохо выглядишь. Что случилось? Я так выгляжу, потому что чувствую свое бессилие и беспомощность. А что случилось? Дочка, я закрылась, потому что хотела поговорить только с тобой и больше ни с кем. Мам, ты меня беспокоишь. Что произошло? Хуана. Я говорила с Маурисио Делэвега. Карлотта, я думаю, что Маурисио действительно измотал. Успокойся, брат. Я прекрасно знаю, насколько мой муж вынослив, правда? И потом, вместо того, чтобы пугать его, ты должен воспользоваться случаем и сказать о том, что ты умеешь делать, о своих талантах. Ты знал, дорогой? Что? О каком таланте мы говорим? Оказывается, мой брат отличный фотограф. Фотограф? Да, сеньор. Жаль, что мы не знали об этом раньше. Мам, я знала, знала, что твоя невоздержанность возьмет верх, когда ты пойдешь говорить с Маурисио. Подожди, Хуана Перрис, что значит невоздержанность? Уважай, я ведь мать твоя, в конце концов. Вот видишь, мам, кроме этого аргумента, других у тебя нет. Нет, нет. Что нет? Кроме того, все было не так, как думает эта твоя сумасшедшая головка. Я встретилась с Маурисио де Лавега случайно. Случайно. Где же ты могла с ним встретиться случайно? Ну, мы пришли в роскошный отель, и там мы... Мама, минутку. А мы это кто? Мы, мы... Подруга, и я, и я, и подруга, кто ж еще? И что же это за подруга, как ее зовут? Это Карла? Ты не знаешь Карлу? Нет. Ну, конечно, ты ее не знаешь. Так вот, мы с подругой пришли в этот роскошный отель, и вдруг в холле я вижу Маурисио де Лавега. Надо же, это он. Маурисио в отеле. Ну, кажется, у него там была какая-то встреча. Да, да, с предпринимателями из Майами, и что? Ну что, я не выдержала, я должна была с ним поговорить. И, кроме того, я уже несколько дней думала о встрече с ним, Хуана. Я собиралась пойти к нему. Я должна была поговорить с ним. И что? Ну что, мы ушли в отдельный кабинет. Я ему сказала все, что должна была сказать. Нет, лучше не рассказывай, мама. Не надо. Нет, дочка, мы оба говорили и оба слушали. Он красивый мужчина, видный, очень видный. Умный, обходительный такой. Умеет красиво говорить. Я прекрасно понимаю, чем он тебя привлек к себе, и что ты к нему чувствуешь. Я могу это понять, но я не знаю. Мама! Вот видишь? Видишь, мамочка, он прелесть. Он очаровательный. Он слишком красивый. Я знала, мама. Я знала, что когда ты с ним встретишься и узнаешь его получше, он тебе понравится. Как хорошо. Замечательно. Налить тебе выпить? Ну, разумеется. Расскажи, как дела в офисе. Что с журналом? Меня уже пригласили на экстренное собрание. Ну, хорошо. Я стараюсь понять, что происходит, но это нелегко. И потом, что ты так беспокоишься, если ты все узнаешь на собрании? Это правда. К тому же, сейчас не время говорить о валах. Закрой глаза. Твое здоровье. Твое здоровье. Закрой глаза. Закрой глаза. Да? Хорошо. Держи. Подарок. Какой приятный сюрприз. Интересно. Открывай. Да? Да. Халат. Нравится? Боже, какой подарок. У тебя хороший вкус. Какой аромат. Прекрасная деталь. Ты меня удивляешь. Я не ожидал от тебя такого же ста. Это чтобы ты понял, что ты меня совсем не знаешь. Спасибо. Иди сюда, моя дикарка. Ну, сначала... Иди сюда, я тебя немного помогаю. Сначала надень халат. Мамочка, он прекрасен. В мире нет мужчины, похожего на него. Я знала, знала, что он тебе понравится. Так, помолчи немного. Я этого не говорила. Да? Ну, скажи. Скажи, что Маурисио гнусный, отвратительный. Скажи мне это в лицо. Он пока не показал, что он такой. И вообще, что ты знаешь? Вдруг этот мужчина просто эксперт по обману людей. Что? И тебя, и меня? Хуана, ради бога. Меня обманет любой. Что было много раз. Это ты хорошо знаешь. А о тебе я даже не говорю. Ты утром пошла к гинекологу, а днем вернулась беременная. Мам. Мам. Так что ты можешь служить примером. Мам, это был не обман, это была ошибка. А если Маурисио делали, это тоже ошибка, дочка? Нет, мам, нет. Я знаю, что нет. Я чувствую, что нет. Маурисио не способен причинить мне зло. Поверь. Не может. Откуда ты знаешь? Мамочка, я так говорю, потому что я его знаю. У меня такое чувство, будто я знала его всю жизнь, еще до рождения. И поскольку я знаю, что это невозможно, я делаю вывод, что он прекрасный человек. Он единственный во всей вселенной. Ну, не знаю, не знаю, дочка. Я не слишком доверяю его желанию помочь тебе. Ну, все, 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 все. Нет, этот мужчина не может быть хорошим. Не может. Это ненормально. Ну, все, 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 все. Замечательно. А, запах. Это твой запах. Это мне нравится. Будем делать все молча, Рахелио. Я не хочу, чтобы ты полностью раздевался. Я хочу чувствовать твою кожу и шелк твоего халата. Ты забудешь обо всем. Заставь меня забыть обо всем. Займись со мной любовью. И никогда не расставайся с этим запахом. Мама, я не могу не доверять Маурисио только потому, что ты говоришь, что это ненормально. И не существует таких хороших и благородных мужчин. Дочка, это ненормально. Правда, ненормально, чтобы красивый, умный, культурный, образованный мужчина вдруг захотел ни с того, ни с сего заботиться о тебе. Ну да, обо мне никто не может заботиться, а вот о тебе могут. Так получается, да? А тебе можно? Все мужчины, которые с тобой знакомятся, они о тебе заботятся. Сделай одолжение, не говори так со мной, Хуана Перес. Я все еще твоя мать. Дочка, ты не понимаешь, что этот мужчина может стать приговором для твоего счастья. Мама, ты себя слышишь? Ты слышишь себя? Маурисио приговор для меня, мам, ради бога. Все дело в том, что ты смотришь на него, как на чудовища, а я, как на принца. Принца на лошади, со шпагой в шляпе. Ты знаешь, я никогда не верила в это. Дочка, ты еще, дитя. В детстве у тебя было ясное представление, что принцев не существует. Ты посмотри на себя сейчас. Этого не может быть. Их не существует, их нет ни здесь, ни там, нигде. А если они есть, то в сказках покоряют замки, верхом на драконах. Или на чем там они еще скачут. Мама, послушай меня, пожалуйста. Маурисио реален. И он не в сказке. Он рядом со мной. И поскольку он рядом, я вижу по его глазам, что он недоволен своей жизнью. Что? Подожди минуту, дочка, не рассказывай мне еще и эту сказку. Что это значит? Теперь ты скажешь, что бедному Маурисио де лавейго плохо рядом с его якобы уродливой женой. Да как ты можешь говорить, что он несчастлив? Конечно, он счастлив. Он вполне счастлив, как и должно быть. И сделай о должении, забудь ты о нем. Не думай, я прошу тебя, забудь. Его для тебя нет. Сожалею, мам, но я не могу. Я не могу забыть единственного мужчину, в которого я влюблена не могу. Кажется, все ушли. Можно приступить к выполнению плана покорения Энрикетты. А если она еще здесь? Нет, уже слишком поздно. Ну ладно, будь что будет. Я долго оставался там, ждал старушку и ничего. Она не появилась, исчезла. Нет, со мной такое не может происходить. С Карлуччо никогда. В чем дело? Старушка меня братанула, ты даже не слушаешь меня. Хорошо, хорошо. Завтра, Хуанна Пере, завтра. Мы с тобой одни, вдали от всех. Ты будешь только для меня. Одного меня. Это твое место, твое убежище, твой маленький тайник, как ты его называешь. Но это звучит несерьезно. Ты должна называть его личным, рабочим офисом Энрикетты. Сейчас мы кое-что устроим, Энрикетта. Мы кое-что устроим, чтобы, когда ты придешь завтра утром, ты поняла, что в твое убежище проникли. Чтобы ты знала, что оно принадлежит не только тебе. Если ты не позволяешь мне войти в твою жизнь, я войду в нее без позволения. Сегодня ты была как никогда. Я чувствую себя племенным жеребцом. Действительно, было совсем неплохо. Потому что на этот раз не помогло воображение. Хотя я и не смогла получить, что хотела, потому что это был не ты, Маурисио. Но когда же мои фантазии станут реальностью, Маурисио? Скоро, Дезире. Я тебе уже сказала, как. Всем добрый день. Добрый день. Добрый день, доктор. Я здороваюсь с вами за сегодня и за все дни, которые пропустил. Вы знаете, да? Я говорю то же самое. Добро пожаловать домой. Спасибо, доктор. Большое спасибо. Я вам действительно благодарен за все дни, что я не работал. Но я умею быть благодарным. И чтобы вы это поняли, я уже выполнил первое поручение. Какое? Какое? Как же... Какое, доктор? Доставил поливитамины, которые приказала купить Иннес. Да-да, конечно, ты все привез? Конечно, доктор, конечно. Они давно ждут. А точнее, со вчерашнего дня. Я заберу. Спасибо, Лене. Доктор, не за что. Всего хорошего. В чем дело? Что-то держит дверь. Что случилось? Давай-ка, я помогу. Не надо. Спокойно. Дай сюда. Дай. Она уже открыта. Открыта? Да, ее что-то держит. И это не колдовство. Что это? Возьми. Возьми. Иннес, отнесешь эти письма Армандо. Речь идет о встрече со спонсорами. Хорошо, шеф. Вот все, что вы просили. Хорошо. Спасибо, Иннес. Кстати, Иннес, когда придет Хуана, скажешь ей, чтобы она зашла ко мне? Она уже пришла. Да? И ушла. Кстати. Как ушла? Шеф, она уехала с Давидом делать экологический репортаж. Они уехали очень рано, потому что это далеко. Я знаю, что ты думаешь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok